Матч, скажем так, нервов и борьбы. Борьбы, такое волнение присутствовало, чувствовалось, что волнение присутствовало с ее одной и второй командой. Если брать содержание игры в первом тайме нашей команды, то я крайне недоволен содержанием. Слабый конкурс мяча был, минимум созданных моментов, но практически не было в первом тайме. Много совершенно необоснованных потерь в центральной части пуля. Второй тайм по качеству намного лучше. И отыгралась команда, и имела еще два момента, которые реально должны были заканчиваться. Есть там объяснение. Первое волнение. Второе качество поля. Качество поля, скажем, может быть для весны, оно и удовлетворительное, но не для нашей команды. Качковатое поле. Хозяева почему-то, мне непонятно, наша просьба была, и, наверное, приятнее было прибирать. И меньше борьбы было. Все связано было только с качеством поля. Мы просили прикатать его после вчерашних занятий и полчасовых разминок, и команды «Металлург», и нашей команды. Но они не пошли на это. Ну, наверное, для этого у них какие-то основания были. Основания, я считаю, те, что у нас команда, скажем так, быстрая группа атаки, быстрая техничная ребята. И на таком поле, конечно, шансы явно уравнялись, и на таком поле созидать намного сложнее, чем обороняться. Поэтому Липецк играл, скажу так, абсолютно упрощенный вариант игры за счет длинных передач, минуя среднюю линию на выгону того вперед Картау, который нужно отдать ему должное очень хорошо, сохранял мяч в линии атаки. Мы пытались созидать, но из этого ничего не вышло. Второй тайм уже более-менее приспособились к газону, и по содержанию лучше ременового брайва. Считаю результат в данный момент закономерным. Мурнин как сыграл, Павел Павлович? Мурнин сыграл явно ниже своих потенциальных возможностей. Но объяснение то, что касается всей команды, а Мурнина в особенности, потому что Мурнин игрок такой тонкий, с хорошим пасом, но на таком поле... Ну, во-первых, объем двигательной активности его был, скажем так, оставлял желать лучшего, на что ему было и указано в первом тайме. Второй тайм немножко получше, но это не его уровень. Претензии к нему есть. Ну, говорит, имело смысл сегодня выпустить Антона с Болотного, хотя бы минут на 15, все-таки там пришла вся семья поболеть, друзья там, родной город. Я очень уважаю Антона как футболиста, его родителей, все, но есть интересы команды. И связано это не с тем, что я не выпустил Антона, потому что семья пришла там, ему там было его выпускать. Дело в том, что Антон пропустил у нас учебно-тренировочный сбор, и он только два дня тренируется в общей группе. И на таком поле, в таком состоянии рисковать его здоровью смысла нет. У нас еще 8 мигов стоит впереди, и у Антона будет шанс, и Антон заканчивал у нас чемпионат в основном составе. Я прекрасно понимаю и состояние Антона, и его семьи, но есть интересы команды. Ну, во-первых, первая игра в Новом году, и от этого вторых. Во-первых, что это факел, металлург, это дерби, на установке это будет все сказано. То, на каком месте находился, и не находится, всегда будет. Бескомпромиссная игра, борьба. На это своих ребят настраивал, поблагодарил их после игры за характер, за самодачу. Очень расстроены, что мы не смогли победить, но это футбол. Потому что те моменты, которые были, начали было реализовывать. Стандарты, нас обложили что-то стандартное, что-то по ветру. Но это уже другой вопрос, я не буду комментировать. Так что мы ребятам сказать спасибо, сами, и все футболисты, все расстроены, что они смогли победить. Файкл вас чем-то удивил. То есть вы примерно такую команду ожидали увидеть, или что-то другое было? Ну нет, в принципе, все. Мы просматривали последние игры. И практически знали состав, не знаю, чем Могилевский, Могилевский не играл, а остальное все. Поэтому и свою тактику вырабатывали. Так что ничем особо файкл не делал. Ваш коллега на поле сетовал, что-то качковатое. И якобы просили укатать его, прикатать, но не пошли навстречу. Как прокомментируете факты? Ну, первое, что поле для данного периода времени, и сами знаете, что были дожди, снег, 3-4 дня назад заваливались в горы, я считаю, что оно было в нормальном состоянии для весны. Во-вторых, поле одинаково для обеих команд, а в-третьих, если вопрос задали, то мы на нем не тренировались и просили файклов, чтобы они тоже не тренировались, перед огородом тренировали. На что последовал отказ, и поэтому, чтобы мы час ездим, тоже тренируемся на Новолипецк, на воде тренировались, по искусственному, естественно, покрытие, попросили файклов, они сказали, нет, мы никуда не пойдем, будем здесь тренироваться. Мы приняли решение, что тоже, значит, перед ним тоже будем тренироваться. В смысле, значит, не хотим уберечь его, а мы-то вообще должны уберечь его. Вот и весь сказ. А по поводу того, чтобы прикатать в поле передвигов, после вчерашнего... Ну, это не ко мне вопрос, прикатать... Вы не в курсе? Я не в курсе. С Журавлевым что вы искали? Журавлев подозрение на надрыв сзади поверхности бедра, у Харина подозрение на сотрясение мозга. И поэтому тоже здесь такой момент, что Журавлев сломался, и вышел молодой парень еще, и тут же получили мус Харин, который провел очень хорошую игру, тоже нижнюю замену, немножко все-таки нормальный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова